Меры, которые предпринимались правоохранительными органами Адыгея в сфере противодействия незаконному игорному бизнесу, за последние годы принесли определенные результаты. Число подпольных игорных заведений, осуществляющих свою незаконную деятельность на территории республики, значительно сократилось. Тем не менее, в регионе продолжают регистрироваться факты организации нелегальных казино. В августе 2016 года оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из отдела полиции города Майкопа получили информацию о том, что на территории станицы Ханской начал функционировать нелегальное игорное заведение. Была проведена проверочная закупка, в ходе которой данная информация подтвердилась. Полиция! Полиция! Каждый пол! Каждый пол! Каждый пол! Каждый пол! Каждый пол! Игровой клуб находился в арендуемом нежилом помещении. 46-летний майкопчанин для получения прибыли использовал игровые автоматы старого образца, так называемые однорукие бандиты. В заключительном этапе совместно с сотрудниками СОБРа был осуществлен вход в игорное заведение и проведение задержания всех участников преступной группы. В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции изъято 9 игровых автоматов. По результатам проведенной экспертизы установлено, что на системных платах оборудования были установлены соответствующие программы, позволяющие проводить азартные игры с материальным выигрышем. Материалы, собранные сотрудниками органов внутренних дел, послужили основанием для принятия процессуального решения. По версии следствия, 1 июля 2016 года 46-летний местный житель, действуя умышленно, приобрел оборудование и до 18 августа 2016 года умышленно проводил азартные игры вне игровой зоны, используя указанное оборудование путем предоставления лицам возможность азартных игр за денежное вознаграждение. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники МВД по республике Адыгея. Максимальное наказание, по данной статье, предусматривается лишением свободы на срок до двух лет. Своевременная помощь сотрудников полиции Адыгеи помогла спасти жизнь местному жителю. Не окажись полицейские рядом, в нужный момент неизвестно, чем бы закончилась поездка в горы для молодого человека. В тот день инспекторы ГИБДД МВД по Адыгея, старшие лейтенанты полиции Дмитрий Вотченко и Алий Кашко, несли службу на территории Майкубского района. В это время к ним подъехала Лада Калина. Ее водитель сообщил о проблемах с сердцем. По внешним признакам у него был сердечный приступ. Он был бледен, плохо выглядел, тяжело дышал. Нами было принято решение посадить его в патрульный автомобиль и, координируя действия с медицинскими службами, доставить в ближайшее медицинское учреждение. При этом, кроме водителя, никто не имел права управления из членов семьи. Поэтому мне пришлось сесть за руль автомобиля Калина, а дальнейшие действия я по телефону координировал со своим напарником. Полицейские помогли водителю добраться в Адыгейскую республиканскую больницу, где медики провели необходимые реанимационные мероприятия. Как отметили врачи, проблемы с сердцем действительно угрожали жизни молодого человека. И если бы не оперативные действия госавтоинспекторов, эта история могла закончиться трагически. Около 5 миллионов рублей такой значительный материальный ущерб причинил молодой человек одной из частных фирм, занимающейся реализацией горюче-смазочных материалов. Расследованием этого уголовного дела занималось следственное подразделение межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский». В результате кропотливой работы установлены все обстоятельства совершения краж. Летом прошлого года в органы внутренних дел обратились представители крупной торговой организации. Они сообщили, что неустановленное лицо регулярно совершает хищение дизельного топлива по специальной карте. По признакам состава преступления, предусмотренного в части 4 ст. 158 УК РФ, было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования уголовного дела было установлено, что гражданин Н, находясь на территории Московской области, совершал хищение безлимитной топливной карты, предоставляющей право заправки дизельного топлива в неограниченных количествах. Используя данную топливную карту, гражданин Н совершал хищение дизельного топлива в сети АДС, принадлежащих данной компании. На протяжении нескольких месяцев заумышленник совершал хищение топлива в Московской области, Краснодарском крае и Адыгея. Применяемая при этом схема особой изощренностью не отличалась. Он заезжал на АДС данной компании, выбирал клиентов, которые собирались заправлять дизельное топливо. В основном он выбирал грузовые автомобили, подходил к данным лицам, предлагал им приобрести дизельное топливо по заниженной цене, а именно по 25 рублей за литр. Похититель понимал, что его могут искать, поэтому часто менял место проживания. Чтобы еще больше запутать правоохранителей, он даже пошел на инсценировку собственной смерти. Чтобы его не нашли, он отправил деньги своим друзьям по месту его жительства, чтобы они организовали его поминки. Таким образом он рассчитывал, что он избежит наказания. Несмотря на все эти уловки, в ноябре 2016 года полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Тевчинский район.